Девочки мои миленькие, всем доброе утро, всем хорошего настроения, я проснулась, привела себя немножечко в порядок, сейчас хочу показать, как я сушу волосы, девчонки, я подготавливаю вот так вот себе, все раскладываю на столе, достаю свой Dyson, я причесываю волосы и просушиваю их просто до такого, знаете, полусухого состояния, но не досушиваю. И хорошенечко-хорошенечко вот так вот прохожу с феном в разные стороны, их постоянно переворачиваю и сушу, потом, девчонки, я начинаю сушить все по порядкам, надеваю насадку, которая расческа и вот так вот отделяю макушку и прочесываю волосы. Вот смотрите, после того, как я начала делать вообще лечение волосам, вот этой вот укладки мне хватает для того, чтобы у меня были в принципе такие прямые волосы, но, конечно, все равно они у меня подкручиваются, но, тем не менее, я досушиваю полностью всю голову, оставляю только макушку и вот так наклоняю голову, девчонки, и просушиваю вперед. Вот, тогда получается челка объемная и бока такие объемные, потом я наношу масло от липе для кончика и обязательно еще в конце, девчонки, я беру также щетку и прочесываю волосы только холодным воздухом. Выставляю холодную температуру и хорошо-хорошо-хорошо прочесываю волосы для того, чтобы, во-первых, подсушилось масло и волосы немножечко остыли. Потом, девочки, села краситься, но это отдельная вообще история, конечно, у меня, я выкладываю, как обычно, всю свою косметику, потому что, конечно, знаете как, вот крашусь возле маленького с маленьким зеркалом и получается, что мне нужно постоянно туда-сюда отодвигать ящик, поэтому я выкладываю всегда на стол всю косметику, которой я планирую краситься и уже начинаю свой макияж, легкий тональный крем, тональная основа, тени, причем, девчонки, вот в последнее время я после темных волос почему-то стала постоянно краситься вот такими, вот знаете, темными оттенками, коричневыми, мне очень нравится это. Также там выделяю скулы, все по плану, как обычно, у меня стандартный вообще макияж, я не заморачиваюсь, все быстренько-быстренько привожу себя в порядок и уже у меня сегодня будут дела, я поеду на эпиляцию, потом дальше вы там все увидите, я вам расскажу. Я принарядилась и снялась, как обычно, в лифте, девчонки, потому что зеркала у меня нет и поэтому у меня, конечно, с этим большие-большие проблемы. В общем, привожу себя в порядок и вот так вот уже потом целый день хожу более-менее красоткой, макияж сохраняется нормально. Кстати, спасибо за рекомендации по поводу лечения губ, все посмотрела, все куплю и буду приводить свои губы в порядок. Девчоночки, я сейчас еду на эпиляцию и немножечко по делам поезжу, вот так сегодня я выгляжу, на улице у нас более-менее тепло. Еще, кстати, не могу девчонке вообще собраться с мыслями носить колгот, вообще какой-то ужас, не люблю я это дело. В общем, собралась, сейчас поеду с Оксаной вместе, сделаю дела и уже домой приеду, буду готовить. Не умею, кстати, я в лифте снимать на девчонке, чтобы было полностью видно все вот как положено, так что давайте увидимся чуть попозже. Сегодня у меня такая легкая глажка. Куча белья, сейчас все поснимала, обычно складываю все в стопочку, но это у меня просто я прям сушилки сняла, сейчас смысла складывать нет, я быстро все переглажу. Включаю сериал на Иве, нашла себе сериал вот такой вот, называется Другая, вот. Неплохой такой сериал, там знаете, суть в том, что было две сестры-близняшки, он такой, знаете, по типу детектива, но неплохой. Короче говоря, можно посмотреть один раз, особо сильно не заморачиваться. И еще, девчонки, хочу порекомендовать, я посмотрела сериал Химера, неплохой, наш советский, тоже на один раз можно посмотреть. В общем, начинаю просмотр и начинаю глажку. Сегодня куча дел у меня, буду вам все показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, показываю ЧП, выпустил он вот этого вот чубрика. Сейчас включу свет. И он, смотрите, что происходит. А что у тебя произошло? Ты почему так себя ведешь? Иди сюда. Ты зачем на Руслана нападаешь? А? Что у тебя происходит? Ты почему включил боевика? Не вздумай лететь. Одеяло приготовь, он собирается лететь на тебя. Вот у него такое бывает. Хотя, девчонки, он нападает только на мужа и на Данила, когда в ракурсе Руслан у него. Меня он не трегает, он знает. То есть я на него могу накричать, и он как бы меня слушается. Вот сейчас, видите, сидит и прислушивается, что я ему говорю. А на Руслана, чтобы он нападал, это вообще первый раз такой, если честно. Ты приготовился лететь на него? Разговаривай, Русик, чтобы он голос... Вот, раз, и все. И он ходит, он перемешивает. Рич, а что случилось? Ты обиделся на Русика? Что случилось? А ну-ка, нельзя. А ну-ка, слезь с кровати, пожалуйста. Что происходит у тебя? А ну-ка, слезай. А ну-ка, слезай быстро с кровати. Девчонки, ну, зоопарк в деле, понимаете? А ну-ка, давай, быстро, давай, я тебя буду выгонять. Иди, бегом в комнату свою. Быстро, давай. Бегом в комнату, сейчас покажу, как он входит. Давай, 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 иди в клеточку, быстро, быстро. Ричик, иди в клетку, быстро. Вон Туся пришла. Иди, где Теона? Иди, говорю, в клеточку, давай. Быстро, 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 быстро в клеточку. Бегом, пошли, все, иди. Давай, 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 давай. Давай, Ричуня, давай, давай, пельмешек, давай, иди. Не надо меня бояться, иди. И вот все, и вот это вот он будет вот так Русик, он опять бежит на тебя Он в принципе, видите, не летает Он вот так вот ходит, как пельмень Это, конечно, капец Это вот прям, видите, чик-чик-чик-чик-чик-чик И пошел Что-то Руслан ему не угодил Вообще не угодил ему Руслан И вон пришла Мегера Сейчас она будет к нему приставать Туся, давай, Ричка, выгоняй Ну? Что ты там пошел обходить, обходить Не вздумай на Руслана лететь Не вздумай Да, что? Рассказывай, как твои дела Рассказывай, как твои дела Ричи, привет Привет, мальчик, привет Что-то он переполошился Ну, в общем, девчонки, сейчас буду загонять его в клетку Решила вам показать Вот у нас такое периодически происходит, такие бега Прикавился Сидит, сидит, сидит Ага, что-то, Русик, тебе не угодил Девчонки, еще Забыла вам показать В прошлом влоге я Делала обзор пылесоса Redky V12 И забыла вам показать, что он у нас делает очистку Он самоочищается В общем, как бы суть в том Что я его тестировала Пылесосила усиленно этим гаджетом Да, убирала Наводила порядок И полностью разобралась с ним Вообще, шикарный на самом деле пылесос, девчонки Объясню, почему Знаете, у меня шерсть У меня отгуфа вода Это тоже я в прошлом ролике уже вам рассказывала В общем, суть этого пылесоса И как происходит самоочистка Мы пропылесосили И у нас, естественно, грязный ролик Мы берем Ставим его на зарядную станцию И у нас должна быть степень зарядки Обязательно 2, а то и 3 полосочки Здесь все это отражается И когда пылесос стоит на зарядке У вас загорается индикатор самоочистки Мы его нажимаем И У нас происходит самоочистка пылесоса Ролик начинает крутиться Засасывает воду И самоочищается Девчонки, это линия счастья Видите, вот так будет чистится И вот таким вот образом происходит самоочистка Это очень классно Не надо постоянно что-то нажимать Снимать валик, мыть его Единственное, что мы делаем После того, как произошла самоочистка Открываем Достаем его И ставим вот сюда вот на просушку Для того, чтобы он у нас Не завонялся от того, что он влажный И накрываем опять все это крышечкой Все легко и просто Девчонки, ссылочку еще раз оставлю в описании На пылесос Redki V12 Классная машина Очень работоспособная Шикарно собирает мусор Ссылочки все будут в описании Под видео Девчоночки, села с вами поболтать Немножечко я просто Угрохала себя Если честно, у меня вообще не то, что нет сил Я настолько устала Девочки, вообще просто сил нет Совсем Я по конце ролика, вот увидите После моих болталок Увидите Я готовила Причем самое интересное, что, девчонки Я готовила вот за пару часов Часа два с половиной У меня все это заняло Я сделала ливье Я сделала макароны с отбивными Наполеон Паштет куриный Сделала песто Что еще? Еще кружочки девчонки сделала С яблоками Где-то в Пинтересте, по-моему, я увидела Картинку и вот как делают Быстро такой ролик И решила У меня осталось там чуть-чуть тесто Слоеного Яблоки были Я решила приготовить вот эти штуковины В общем, все пока перемыла И в итоге покормила своих Помыла кухонь Думаю, ну, мне надо сегодня закончить ролик Потому что завтра уже мы рано уезжаем в Краснодар К Данилу Собрала сумки, девочки, вещей взяла В общем, короче говоря, сижу вот просто Ну, и понимаю, что мне надо было накраситься Причипуриться на видео У меня просто сил нет Ну, раз у нас с вами лайфстайл Давайте так и уже и будем Ну, вот реально я, конечно, в таком состоянии Прямо уставшем Хотя мне надо сейчас еще ролик доредактировать И еще там все дособирать И скупаться В общем, завтра ранний выезд у нас будет Девчонки, давайте поболтаем На тему комментариев И хочу в первую очередь Вообще поблагодарить вас За такой безумный отклик Мне было очень приятно Очень много просмотров Очень много хороших комментариев Вы ни в коем случае не подумайте Я не записала вообще это обращение Не с тем, чтобы там, ну, как-то это все Покритиковать А просто констатировала, да То, что происходит Я все читаю Я все замечаю Я все вижу Я не реагирую никак Не негативно Вообще абсолютно никак Не реагирую на вот там Какие-то плохие комментарии Я даже чему-то учусь У этих комментариев, да У этих людей Которые мне пишут что-то Делаю какие-то определенные выводы Но, девчонки, хочу Сейчас поднять тему Пару-тройку раз Мне уже об этом писали Это комплексы И как бы меня пытаются Постоянно тыкнуть, да Вот и про вот этот момент Неоднократно уже мне писали Не очень много раз Но были пару-тройку моментов Это по поводу моих ушей Я даже сегодня, девчонки, Специально сделала хвост Голову не мыла Дабы ибо Рассказываю эту историю В общем, девочки Я, конечно, все понимаю, да Может быть, у кого-то это комплекс Но у меня это ни в коем мере не комплекс Значит, раньше я, когда была маленькая Я стеснялась этого Причем, самое интересное Девчонки, в детском саду Мне мама вязала вот такие два банта То есть, вы представляете эту картину Я вам показывала свои детские фотографии И вот как-то я стеснялась этого А потом, девчонки, ну честно Я все это переросла И я вот просто решила Почему заострить внимание на этом комментарии, да Потому что, может быть, у кого-то из вас Есть такие какие-то проблемы Какие-то моменты, да И вы паритесь по этому поводу Только что вам сказать Я стала даже специально делать хвост И абсолютно не стесняюсь И не считаю, что это какой-то минус Или какой-то дефект у меня Да, я могу сделать пластическую операцию Вообще в легкую, в 2 секунды Но смысл Это моя изюминка Это я вот такая, какая я есть И я хочу просто донести вот этим разговором Если у вас, девчонки, у кого-то Есть какие-то нюансы, да Вы считаете, может быть, вообще никто этого не замечает А только вы замечаете Какой-то у вас там дефект есть Который, а может, даже вы придумали А люди, например, этот дефект воспринимают Вообще просто как за какую-то вашу изюминку И наоборот, это очень круто и красиво Я считаю, что нужно с этим работать И вообще никаких комплексов не должно быть Вот мы с вами уже много раз обсуждали в роликах По поводу, по поводу Разговаривали по поводу лишнего веса Да, я, девчонки, реально с 11 класса Где-то, наверное, да С конца 11 класса пытаюсь худеть У меня после школы как пошел гормональный сбой Так вот я начала набирать лишний вес Причем он у меня какими-то скачками Я не могу вам сказать, что я до безобразия Какая-то там, знаете, ну прям очень сильно полная Но мне, у меня есть лишний вес И я вот всю жизнь дурная голова Которая просто ничего не соображает Мучила себя, боролась с этим Это был реально мой комплекс И еще один, про который я хочу сказать Я не говорю, что это хорошо Быть там полной, да С жиром на боках, там еще что-то Нет, у кого есть сила, воли, стремление, желание Конечно, надо худеть, надо с собой заниматься Однозначно, но ни в коем случае Не проживать свою жизнь с этим комплексом И прятаться вот туда, вот вглубь Потому что, вот если честно, наверное, года два Так я вот это все у себя убрала Раньше я жила от похудения до похудения От исправления какого-то дефекта Потом какой-то новый появлялся И вот если честно, пару лет назад Ну даже не пару, года полтора назад Год где-то вот так Я просто села, сама вот на себя посмотрела Подумала и поняла, что я должна на это на все плюнуть И просто жить и радоваться И вот это точно не проблема Не мои уши, которые торчат Если кому-то не нравится, пожалуйста Ну как бы мне не нравится там Как вы выглядите, да Допустим, вы мне пишите комментарии там Еще там кто-то мне не нравится Я об этом никогда не говорю Человеку, людям нельзя такое говорить Это неправильно, это не тактично Вот у меня вот такое мнение И я просто хочу донести этим разговором То, что меня абсолютно не обидели эти комментарии Я просто поняла, раз люди пишут Значит, эта тема, наверное, интересна И я думаю, что у многих из нас, девчонки Есть вот такие вот какие-то моменты Вот у меня был долгий период Очень момент по похудению Это, конечно, кошмар Я с этим жила Я мучилась Я съедала эту конфету Я себя корила От этого я на следующий день ничего не ела Потом через день я нажиралась По-другому даже сказать не могу Просто вообще ела, ела, ела В общем, заедала, не знаю, что я заедала Какие-то, может быть, депрессии, еще что-то Но я сейчас поняла Что я так не хочу больше Если я хочу что-то вкусное съесть у нас вечеринка И выпить вина То я это сделаю И ни в коей мере я не буду себя корить И мне стало легче, девочки Я стала просыпаться на следующий день И я уже такая думаю Ну, я вчера вот оторвала И сегодня я просто на лайте сделаю себе разгрузку И, блин, вот серьезно У меня начал уходить вес И я начала себя просто любить, наверное, девчонки Я стала по-другому абсолютно выглядеть И я очень хочу до вас, до всех достучаться Чтобы вот если у кого-то из вас, девочки Есть какие-то комплексы Какие-то там моменты, да А вы думаете, что вот это дефект Вот я считаю, что мои уши прекрасные Это не дефект Вот серьезно Вот посмотрите Прикольно я выгляжу Ну, мне нравится Не знаю На вкус и цвет товарищей нет Как я говорила Также это касается и роликов, одежды Всего остального Макияжа и еды И всего-всего И всем не угодишь Но я себя люблю Я реально себя люблю И мне очень нравится, как я выгляжу Да, бывают моменты Я же не совсем дурочка, допустим Да, я, ну, бывают моменты Когда я недовольна собой Но в большинстве случаев Я полюбила себя Я принимаю себя такое, какая я есть Но я очень долго к этому шла И поняла, что вот мне 40 лет А я все пытаюсь достичь Какого-то недосягаемого идеала Который я нарисовала себе в голове А жизнь-то проходит Вот мне уже 40 Еще до 50 я буду Там, я не знаю Искать этот идеал А потом просто жизнь пройдет мимо Вот и все И я вот это хотела просто донести Но вот именно конкретно этот комментарий Меня сподвиг вообще поднять эту тему Я думаю, что вам будет интересно Про семью девчонки я обязательно расскажу Но мне нужно прям вдохновение Честно, это скорее всего Такой будет прям ролик-ролик Именно с этой темой Потому что очень много Что я бы вам рассказала Поэтому вот как бы вот так вот Мне очень понравились все ваши комментарии Мне было очень приятно их читать Это просто супер круто Что вы ко мне так относитесь Ну и даже кто мне негативчики писал Ничего страшного Я вас тоже всех люблю Мне все равно тоже очень-очень приятно Как мне там некоторые девчонки написали Если у тебя есть хейт Значит ты популярна Так что, короче говоря, вот там, девочки И вот подводим итог беседы Надо избавляться от своих комплексов Еще хотела добавить Вот по поводу тетрадки Которую я вам показывала Блокнотика Очень удобная штука Очень удобная штука Я вечером сажусь И фиксирую все Что я сегодня кушала И за чашкой чая или кофе Я анализирую Что ж я там сегодня нажрала Скажем так Запрещенного И уже там, например, на следующий день Я думаю, ага, так Вот это я поела И на следующий день я это не кушаю Так что вот этот вот блокнотик Конечно, очень помогает Стабилизировать вообще свое состояние Вести учет Ну, по крайней мере, мне Мне так удобно Я уже вам неоднократно рассказывала Что я очень люблю все писать тактильно Чтобы я все это прописывала Телефон Это, ну, ведение в телефоне Каких-то вот этих всех моментов Это не про меня история В общем, вот так вот, девчонки Я тоже живой человек Знаете, что я тоже и мучаюсь И куча всего у меня присутствует Но, как бы, я не парюсь Я вот сейчас прям полностью Поменяла свое отношение Прежде всего к самой себе И чего и вам желаю Надеюсь, влог вам понравился Я не очень много снимала в этот раз Потому что у меня прям была куча дел И прям такая беготня Сейчас вот эта подготовка к поездке Я пропаду на несколько дней Поснимаю вам обязательно наряд Мы пойдем в ресторан выйдем Я обязательно отсниму себя в платье Покажу вам платье И контакты я тоже всем девчонкам Девчонки вам скину Обязательно Портнихи Лены Ну, мне платье очень понравилось Так что у меня будут насыщенные выходные Праздник самой гульки Я вам снимать не буду Потому что вы это смотреть не любите Поэтому уж тогда Встретимся с вами в следующем влоге С уборочкой Как вы любите С мотивашечками и тому подобное Но уже надо начинать, кстати, готовиться к новому году Меню продумывать новогоднее украшение И тому подобное Так что вот такие вот новости Вот такие вот дела Я сейчас пойду девчонке купаться Это вот у меня прям влог из нескольких частей состоит Я сейчас уже пойду купаться Надо еще помыть посуду Дособирать сумки И уже я пойду спать Всех люблю, целую Всем пока-пока А дальше там будет уже готовочка Посмотрите, что я приготовила для него Так, девчонечки Сегодня я буду вам показывать Что я готовлю до него на день рождения Сейчас я крошу оливье Тут у меня варится морковь, картошка, яйца И я, когда все это покрошу, перемешаю Заправлять майонезом не буду И я отправлю в холодильник Следующее, что я ему сегодня приготовлю Это соус песто И, скорее всего, его я вам засниму Чтобы вам было интересно Потому что вы у меня спрашиваете Потом отдельно, чуть попозже, уже расскажу Какие ингредиенты нужны И сделаю печеночный паштет Повезу бабушкам Как бы вот такой мини-подарочек В общем, сделаю печеночный паштет Девчонки, если кому надо У меня на канале есть рецепт печеночного паштета В общем, у меня готовка И еще я буду делать Торт Наполеон Девчонки, сегодня будет пробная версия Буду делать из готового Слоеного теста Взяла бездрожжевое Крем буду делать заварной сама Буду пробовать Обычно я готовлю всегда тесто сама Выпекаю, все полностью собираю У меня прям домашний Наполеон Кстати, тоже рецепт есть на канале Но хочу попробовать сегодня сделать Вот так вот Так что, девчули Вот такая вот у меня готовочка Покажу соус песто И потом уже покажу в конце Все, что у меня получится Так, девчоночки, ну что Приступаем с вами к приготовлению песто Блендер у меня Кстати, девчонки Блендер я себе взяла Хайр Очень мне нравится Потом оставлю вам отзыв Поподробнее расскажу Смотрите, что я делаю Я обобрала базилик зеленый И отправляю его в чашу Для блендера Ни в коем случае Мы не кладем ножки Да, вот эти вот палочки Вот так вот Хорошенечко его заталкиваем туда Берем оливковое масло И прям много-много-много-много масла наливаем Я напишу приблизительные пропорции Где-то, наверное, грамм сто И начинаем, девчонки, теперь блендерить Смотрите, перебили у нас Вот этот провод мне мешает, конечно Перебили И у нас получается вот такая консистенция Отправляем туда 4 зубчика чеснока И начинаем добавлять сыр Твердый, любой, который у вас есть Лучше, конечно, в идеале, девчонки, пармезан Я добавляю по чуть-чуть И также все блендерю Девчонки, смотрите Песто получается вот такой вот консистенции Но еще добавляем оливкового масла Потому что у меня оно густоватое Прям вот добавляем еще, наверное, грамм 50 Еще кусочек сыра И добавляем кешью Пока добавляем, вот прям, знаете, две такие хорошие-хорошие жменьки И теперь уже, девчонки, начинаем прям хорошо это все дело блендерить До прям однородной консистенции Так, девчонки, ну все, я закончила свою работу Значит, продукты я все сложила Сейчас показываю на Данилу оливье Вот так вот накрошила Я его не заправляю майонезом Поэтому спокойно доживет до пятницы-суббота Это песто получился очень вкусный Девчонки, всем советую приготовить Паштет в этот раз получилось чуть-чуть Вот такое количество получается с килограмма куриной печени Девчонки, на маску сделала Еще гренки пожарю Но, скорее всего, наверное, завтра Мой сегодняшний ужин Свинина в панировке И макароны Это я умудрилась в промежутке приготовить И девочки Наполеон Наполеон, значит, вот так Подводим итог Я больше его готовить из готового слоеного теста не буду Объясню почему Потому что коржи очень тонкие Они прям рассыпаются Мне не нравится, как они складываются, укладываются в форму Это я специально для транспортировки сделала Но если делать на открытом, например, подносе Мне кажется, что он поплывет В общем, это вариант немой Но думаю, что вкусно А теперь, девчули, еще вишенка на торте Я не смогла... Ой, сейчас Я не смогла угомониться И сделала, девочки, вот такие вот яблочные кружочки В слоеном тесте Присыпала их корицей С сахаром трясниковым В общем, вот это вот все у меня дело готовится Ну, как бы так кусочками, видите, получилось Но уже не стала заморачиваться Потому что у меня нет сил вообще Все, они пусть запекаются Кухню помыла, девчонки Хоть чуть-чуть так прибралась В общем, все, буду с вами прощаться Всем приятного аппетита, кто кушает И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok